значение false ну что поехали запускаем так уже сбил делась это хорошо поймем in past new payment давайте проведем значит платеж вот у гудка у меня один миллион давайте выполним платеж к примеру на 500 тысяч 500 раз два три pass new payment так индификатор гвид должен содержать 32 цифры и 4 дефиса так смотрим так не углит текст а почему здесь гвид текст бокс поймать текст нет дебаг стоп дебаггин так ниги текст бокс поймать и маунт нет не поймать а маунт так а текст бокс поймать иди правильно поймать иди снова запускаем так поймать pass new payment гудок александр значит 500 раз два три 500 тысяч новый платеж не принят так интересно будем разбираться сначала вдал так 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 значит то экзекют нон клэри экзекют нон клэри экзекют нон клэри common текст common текст так кич ретон факт еще раз запускаем поймать пас ню пеймент 5 гудок александр 500 раз два три 500 тысяч пас ню пеймент common текст пока ничего не содержит common текст значит insert into payment айди кредит айди амонт пеймент дэйта валюс так а вот он велюс получилось скобочки как видим да вот открывается скобочка велюс и она тут же закрывается так ну давайте пройдем дальше посмотрим вот он exception да так вот нам ни о чем не скажет так дебаг стоп дебагин так айди кредит айди так еще раз запускаем пеймент пас ню пеймент кудок александр примеру сто раз два три 100 тысяч куэри значит в эллис а я ж так и не поменял смотрел смотрел вот сюда смотрел вроде все правильно вот здесь неправильно значит вот так вот здесь вот так вот так вот вот так вот есть экзекьют на квари прошла первая команда флаг true новый платеж успешно принят так а ну-ка давайте посмотрим начну док александр вот платеж на 100000 еще принимаем один пеймент гудок александр примеру опять же допустим 99 тысяч раз два три нет не так рефреш значит 99 тысяч 999 запятая 99 вот так пас ню пеймент так common текст значит куэри 99 как видите да вот значение amount для пеймент 99 1999 запятая 99 экзекьют на квари получаем exception дебаг я сейчас объясню в чем проблема exception дело в том что база данных принимает тип децимал где наш пеймент вот наш пеймент тип децимал принимает в качестве символа который разделяет целые и дробную часть в качестве в качестве точки то есть если мы укажем например 100000 точка допустим 75 центов то данное значение будет валидным если мы укажем допустим 100000,75 центов данное значение будет не валидным то есть запятая не проходит в типе децимал правильно тип децимал в данном случае принимает значение которое состоит из цифр и разделителя в качестве точки, то есть 100000.75, к примеру. Но мы получили, значит, где наш уровень дал, мы получили конвертацию типа decimal, вот payment amount в тип string, вот в данном месте мы получили конвертацию, тип decimal конвертируется в тип string с применением символа запятая, а не точка. Значит, нам нужно как-то получить из запятой, получить точку, но при этом, чтобы тип decimal остался прежним. Правильно? Ну, точнее, наш тип decimal конвертирует тип string, но таким образом, чтобы конвертация произошла с применением точки в качестве разделителя, но не запятой. И здесь нам на помощь придет метод toString с использованием культурной принадлежности. Значит, во-первых, нужно использовать, применить system using, точнее, using system, system пространства имен, значит, globalization. globalization, так, globalization, в данном пространстве имен находятся культурные принадлежности. Так, а вот где наш payment amount, давайте мы его предварительно конвертируем в тип string, string, pay amount, amount присвоить, значит, вот этот decimal тип payment amount, правильно? Значит, точка toString, вот здесь есть 4 перегрузки, да, и формат провайдер можем указать, string формат можно указать, и можем указать string формат и формат провайдер. В данном случае укажем и формат провайдер. Значит, cultureinfo.invariant.culture, так, если я не ошибаюсь, да, invariant culture, значит, указываем и указываем, значит, numberformat. Где наш numberformat? Numberformat. Вот так вот. То есть в данном случае мы указали параметрам culture.info.invariant.culture.numberformat, что конвертация в тип string будет происходить с учетом того, что конвертируемое значение должно быть представлено в виде, значит, числового формата. Правильно? То есть в данном случае SQL сервер понимает тип decimal с разделяющим знаком точкой, поэтому указание параметра для метода toString, в данном случае numberformat, нам как раз и правильно конвертирует тип decimal в тип string. То есть если нам по барабану, то есть нам нужно просто на экране отобразить значение нашего payment amount, то там, в принципе, до одного места будет там точка или будет запятая. Мы, в принципе, поймем, что 100 тысяч и 99 центов, пусть там будет точка, пусть там будет запятая, ну, нам, в принципе, от этого ни холод, ни жарко не станет. Но, как видите, для SQL сервера разница достаточно большая. То есть он или принимает значение, или не принимает. В данном случае с запятой значение не принимается. Вот поэтому мы должны указать, что конвертация происходит с учетом культурной информации, в том отношении, что мы указываем, что это numberformat, то есть числовой формат. Правильно? То есть число, хотя и переводится из типа decimal в тип string, но, тем не менее, должна использоваться как бы правильная валидная форма записей. То есть мы получим стринговое представление нашего числа, но только не с запятой, а с точкой. Но, тем не менее, тип останется string. То есть вы должны это понимать. Так, а здесь, конечно, укажем pay amount. Pay amount. Так, пробуем еще раз запустить. Payment, pass new payment. Так, good luck. Значит, 900 тысяч. Правильно, давайте введем, еще раз проверим. 901 тысячу. 901 тысячу, запятая ноль ноль, к примеру, да? Вот, сумма платежа невалидна. Поэтому давайте укажем, к примеру, опять. 99 тысяч. 999. 999. И тут будет тоже 99. Pass new payment. Новый платеж не принят. Так, ну опять какие-то проблемы, да? Снова идем, так. Идем. Нет, наверное, все-таки это мы закроем. Выполним rebuild. Тяжело. Я понимаю, что тяжело. Как бы все вроде правильно сделали, тем не менее, возникают какие-то проблемы, да? То есть целыми числами, получается, платеж проходит, а с дробным, получается, не проходит. Ну давайте возьмем 100, к примеру, 75. Новый платеж не принято. Да, опять новый платеж не принят. Значит, расставляем точки останова. Ну, нужно добить это дело, естественно. Pay amount. Значит, pay amount. Так, commit, execute inquiry. Ага. Вот еще в чем дело. Значит, я, кажется, догадываюсь. Значит, здесь нужно не payment amount, здесь тоже нужно поменять. Здесь нужно... Что взять? Pay amount, а не payment. Pay amount. Вот так. Здесь-то мы тоже вводим нормальный децимальный тип, правильно? Хоть и представлен типом string. Но тем не менее, SQL серия потом его конвертирует в тип decimal. И если здесь, опять же, присутствует запятая, то ничего не получится. Поэтому нам нужно использовать вот это новое, переконвертированное с учетом культурной информации, да? В тип string. То есть использовать переменную pay amount. Вот. Я думаю, что теперь проблема должна решиться. Я уверен, что многие из вас намного внимательнее, чем я. Вот. И поэтому я здесь выполняю одни действия. Уверен, что вы за мной повторяете. Тем не менее, сразу же наблюдаете у себя некоторые недочеты, которые я вовремя не выполняю. И вы уже, как бы, опережаете меня. И у вас уже все прекрасно работает. Но, тем не менее, я должен у себя тоже добиться правильной работы. Новый платеж успешно принят. Давайте проверим. Гудок Александр. Вот есть два платежа. Соответственно, баланс теперь стал 899.899.01. Ну, то есть все верно. Правильно? Вот. Отлично. То есть платежи мы принимаем. Естественно, можно было выполнить команду каким образом? Можно было здесь, в первой команде, значит, insert into payments, да? Поставить точку с запятой и потом дописать команду updateCreditSetBalance. Вот прямо вот сюда, да? Ну, естественно, со всеми параметрами. Вот. В итоге у нас получился бы в одном запросе, было бы, точнее, не так, в одном текстовом запросе, в одной текстовой команде было бы два запроса к базе данных. То есть первый выполнится insert into payments, точка с запятой, и за ним сразу же выполнится updateCreditSetBalance. Ну, я хотел вам показать, как это делается на нескольких командах, вот, в режиме транзакций. Поэтому, в принципе, здесь неважно, мы выполняем в одной команде, точнее, в одном запросе две команды, да? Или выполняем две команды в двух запросах. Продолжение следует...